Из поучений святаго Иоанна Златоустова на книгу «Деяния апостольских». Подлинно Павел явился свидетелем, и свидетелем таким, как должно и на делах, и на словах. Такими свидетелями следует быть и нам, и не изменять тому, во что мы веруем, разумея не только догматы, но и жизнь. Смотри, Он свидетельствовал перед всеми людьми о том, что видел и что слышал, и ничто не удержало Его. И мы слышали, что будет воскресенье, и уготованы у Бога бесчисленное благо. Это мы и должны свидетельствовать перед всеми людьми. Но скажите, мы свидетельствуем и веруем, как? Почему же делаем противное? Скажи мне, если бы кто назвал себя христианином, но отрекшись, мудрствовал по-удейски, то свидетельства Его разве было бы достаточно? Нет, потому что стали бы искать свидетельства от дел. Так и мы, когда говорим, что есть воскресенье, бесчисленные блага, а сами пренебрегаем ими и предпочитаем благо здешнее, то кто поверит нам? Все обращают внимание не на то, что мы говорим, а на то, что делаем. Будешь, говорит Анания, свидетелем у всех человеков, не пред своими только, но и пред неверными, так как дело свидетелей убеждать не только знающих, но и не знающих. Будем же свидетелями достоверными. А каким образом мы можем сделаться достоверными? Жизнью. На Павла нападали иудеи, на нас нападают страсти, побеждающие отречься от свидетельства. Не будем покоряться им. Мы свидетели, посланные Богом. О Боге некоторые люди думают, что Он не есть Бог. Бог послал нас свидетельствовать о Нем. Будем же свидетельствовать и убеждать домашних так, если не станем свидетельствовать, то сами будем виновными в их заблуждении. Если же на суделище, где исследуются дела житейские, не принимается свидетель, исполненный многочисленных злодеяний, то тем более здесь, где идет дело о предметах настолько высоких. Мы говорим, что услышали Христа и веруем Его обетованиям, а они скажут, покажите это делами. Жизнь ваша, напротив, свидетельствует, что вы не веруете. Желаете ли мы рассмотрим тех, которые заботятся о прибытках, похищают чужое, предаются корыстолюбию, плачут, сокрушаются, занимаются всякими делами, постройкой домов, как будто бы они и не умрут. Если же вы не веруете тому, что вы умрете, делу столь известному и очевидному, то как поверим вашему свидетельству? Есть действительно много людей, которые ведут себя, как будто им не должно умереть. В глубокой старости начинают заниматься постройками и земледелиями. Когда же им подумать о смерти? Немалое наказание постигнет нас, которые призваны для свидетельства, но не можем свидетельствовать о том, что мы видели. И мы видели ангелов, и притом яснее, чем видевшие их телесными очами. Будем свидетельствовать о Христе, ведь свидетели не они только апостолы, но и мы. Они называются свидетелями потому, что, будучи принуждаемы, отречься, претерпели все для исповедания истины. Так и мы, когда страсти побуждают нас отречься, не будем покоряться им. Золото говорит, скажи, что Христос не есть Христос, но ты не слушай Его, как должен слушать Бога, но презирай Его веления. Прочные пожелания говорят, порочные пожелания говорят тоже, но ты не внимай им и мужественно противостань, чтобы и обо нас не сказали. Говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Послание Титу 1.16 Это уже не свойственно свидетелям, а противно тому. Неудивительно, если отрекаются другие. Если же мы, которые избраны свидетельствовать, станем отрекаться, это тяжко и невыносимо. Это, скорее всего, может погубить нас. Будет же это вам для свидетельства, говорит Христос, Лука 21.13. Но тогда, когда мы не отступим, когда мы будем стоять твердо, если бы все мы стали свидетельствовать о Христе, то скоро бы разумели бы множество еллинов. Великое дело жизнь, возлюбные. Как бы кто ни был груб, хотя бы не хотел явно согласиться с учением, но и он склонится на вашу сторону, похвалит и подивится. Каким образом, скажете, достигнуть превосходной жизни? Не иначе, как силою Божию. Что же, когда еллины бывают такими? Если бывают такими, то одни по природе другие тщеславие. Хотите ли знать, как важна жизнь и какую она заключает в себе силу убеждения? Многие зритиков, хотя содержали самые разращенные учения, имели такую силу, что многие люди из благоговения к их жизни даже не исследовали их учения. А другие, осуждая их учения, уважали их за жизнь. Это нехорошо, но так было. То и ослабляет важность нашей веры, то и не извращает все, что никто нисколько не думает о жизни. Это унижает веру. Мы говорим, что Христос есть Бог, предлагая множество и других догматов. Между прочим, говорим и то, что Он заповедовал всем жить праведно. Но на самом деле это у немногих. Порочная жизнь унижает догматы воскресения, о бессмертии души, о суде и принимает много противного. Судьбу, необходимость, неверие в промысел. Душа, погрязшая в многочисленных пороках, старается изобретать для себя подобного рода утешение, чтобы не скорбеть при мысли, что есть суд и что нас ожидает воздаяние за добро и зло. Такая жизнь производит бесчисленное множество зол. Делают людей зверями даже бессмысленнее зверей. Что есть в каждой породе зверей порознь, то она часто соединяет в одном человеке и не извращает все. Для того дьявол ввел судьбу, для того он ушел, что мир существует без промысла, для того предположил, что существа бывают добры или злы по природе, и что есть зло безначальное и вещественное, для того он делает все, чтобы развратить нашу жизнь. Кто таков именно по жизни, тот не может не отказаться от развращенного учения, не пребывать в здравоверии, но принимает все это по большой необходимости. Я не думаю, чтобы можно было из живущих порочно найти хоть одного человека, который бы не держался какой-либо из многочисленных сатанинских мыслей, что есть судьба, что все происходит случайно и устрояется без порядка рассуждения. Потому, и ущевая вас, будем пищейся добродетельной жизни, чтобы не принять другого учения. Каин, в наказание должен был стенать и трястись, Бытие 4.12. Таковы все люди порочные, сознающие за собой множество зол. Они часто пробуждаются от сна, с беспокойными мыслями, смущенными глазами. Все возбуждает в них подозрения. Все приводит их в ужас. Душа их исполнена тяжкого предчувствия и боязни. Смущается и изнывает от страха и ужаса. Ничего не может быть бессильнее, ничего безумнее такой души. Как беснующиеся не способны владеть собой, так и она не собой не владеет. Как она может прийти в сознание, подвергшись такому омрачению? Между тем, если бы она любила тишину и спокойствие, то могла бы познать свое благородство. Но когда ее возмущает и устрашает все, и сновидения, и слова, и действительные явления, и подозрения, то как она может прийти в самосознание, находясь в таком неспокойном и расстроенном состоянии? Отвергнем же этот страх, расторгнем эти узы. Если бы и не было в будущем никакого наказания, то не хуже ли это всякого наказания постоянно находиться в страхе, никогда не иметь дерзновения, никогда не чувствовать отрады? Помня все это, будем верно сохранять спокойствие и пищейся добродетели, чтобы, имея здравое учение и правый образ жизни, нам неуклонно провести настоящую жизнь, исподобиться благ обетованных, любящим его благодатью человеколюбием, единородным его, с которым отцу со святым духом, слава, держава, честь ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.